Потеряла отца в прошлом году, очень переживаю за его душу. Вот слово переживаю означает бездействие, лень. Это лень. Почему человек переживает? Потому что он не хочет трудиться. Когда, допустим, потеряла отца, что надо делать? Надо садиться утром, час молиться, как минимум. Что нужно делать? Нужно поставить изображение святого человека. Как бы сказать себе, я для отца это делаю. Сразу что появляется? Память от отца. Память означает связь. Но память от отца надо теперь убирать в сторону и кланяться святому человеку, думать о нем. Постепенно память от отца сначала тяжелая и плакать хочется. А потом ты молишься, молишься, месяц, два, три проходит, и память от отца становится спокойнее, чище, светлее. Это значит, что вы его вытаскиваете из ада. Просто вытаскиваете свои манифлины. То, что я вам говорю, я вам говорю не фокусы, не фотосмоголи. Я изучаю это, понимаете? Я знаю это точно. У меня есть доказательства. Во-первых, я сам это чувствую и вижу. Во-вторых, люди подтверждают. У меня есть одна семья, муж с женой. Они молились за маму жены, которая оставила тело от инфаркта у моей жены. И она была неправильным образ жизни. И они молились за нее. Четыре месяца читали молитвы. И они сожгли ее тело. Потому что, когда тело не сжигается, то пока грубое тело не сгнило, человек не может перевоплощаться. Он находится рядом с другим телом. Не сожгли его тело и пепел бросили потом в святую реку в одну. И когда они это сделали, этого было достаточно уже. Четыре месяца молитвы плюс вот этот вот ритуал. Когда человек соединяет останки человека со святым местом, то это очень мощно влияет на судьбу. Потому что человек связан со своими останками в том том теле. Идет очень сильное очищение. Когда мама пришла, такая вся радостная к дочке. А перед этим я сказал, все, она пошла вверх. На следующий день она приходит к дочке, такая радостная во сне, счастливая. А там только во сне. Но в тонком теле с нами контактировать могут только во сне. Потому что в тот момент, когда из глубокого сна в средний сон в такой мы входим, из глубокого, это означает, что ничего не с ним не понимали. А средний означает сон со сновидений. Когда мы входим, вот в этот момент мы видим тонкий мир. И в этот момент, когда человек, вот такой происходит переход, они в этот момент ловят бывшие родственники. И они в этот момент появляются перед нами и могут с нами общаться. И она пришла к своей дочке и сказала, я тебе очень благодарна, до свидания. И вверх. Она увидела, как она вверх пошла. Да, человек такой жизнью живет, этого достаточно, чтобы получить милость от высших сил. Допустим, ребенку плохо он болеет, родственник болеет. Вылечим мы свои молитвы или нет, не имеет значения. Но если вы помолились за близкого человека, в сердце радость появилась, это значит, что вы его судьбу сделали удачливой, счастливой. Мы не можем контролировать жизни человека. Может быть, он останется жив, а может, уйдет из этого мира. Но ему уже уготовлена удача. Потому что иногда удача остаться здесь, как нам всегда кажется. А иногда, на порог, уйти туда, где ему будет лучше. Вчера ко мне подошел один мужчина, у него несколько родственников, один за другим ушли из жизни. Большинство насильственной смерти. И он просто весь из себя, весь из неможженный подошел ко мне. Я посмотрел один родственник на высшей планете, второй, он его вымолил уже на высших планетах. И как бы он ни показал своих родственников, которые шли из жизни, он остался один. Я смотрю, все уже счастливы. Я говорю, кроме вас, все уже счастливы, Большинство. Чего вы страдаете, непонятно. И он сразу просиялся. Он почувствовал, что это правда. И ему стало хорошо. Но если бы он молился, он бы почувствовал, что... Сам бы почувствовал, что это так. Не надо было меня спрашивать. Во наше сердце вся информация есть, это все. Вот если бы сейчас я вам говорил неправду, вы бы вообще меня не слушали. Если бы я хотя бы чуть-чуть вас обманул, вы бы вообще меня слушать не стали. Человек слушает, потому что чувствует, да, что-то правда, наверное, правда. У него в сердце резонирует это все. И он чувствует классно правду. Отмаливала его. Он нас просил, когда я была ребенком. Но я его простила. Хорошо. Хотела бы знать, когда он, куда он отправился. Слышала, что можно отмолить и помочь душе. И пока никуда не отправился. Вы мало молились. Или неправильно молились. Можно хоть год молиться, но неправильно. Правильно означает думать о святом человеке, желать его служить, желать выполнять его наставления и выполнять его наставления. А по цене думать. Он сам будет приходить в сердце и память о нем будет становиться светлее и светлее. И в тот момент, когда он возрадует из-за своего отца, он уже пошел в бег. Все. И спрашивать Олег Геннадьевича уже не надо. Поднимите руку, у кого это произошло. Вот есть люди такие. Вам хочется меня спросить, куда пошел человек? Нет. Потому что вы уже знаете. Все. А о Боге можно говорить? А? Вместо святого человека о Боге же. О Боге можно. А почему вы не хотите о святом человеке? Не знаю. А я знаю. Потому что вы горды. А Бог не любит горды. В единических писаниях говорится, что я больше люблю тех, кто служит моим слугам, а не мне. Бог сам бы скажется. Но Богу тоже можно молиться. Хоть кому-нибудь. Сначала Богу. Я на самом деле 15 лет молился Богу. И чувствовал, что Бог меня любит уже. Все, все было хорошо. Но потом я почувствовал, что ничего не меняется вообще в моей жизни. Я начал поклоняться, очень серьезно начал думать о своем наставнике, служить Ему в своем сердце, поклоняться ему, святому человеку. И тогда я почувствовал, что у меня отношения с Богом начали устанавливаться. Только тогда. До этого он просто улыбался мне на свет. А сейчас я чувствую его присутствие в своей жизни. Можно и так, и так. Разный результат. Если супруги ведут духовную жизнь и идут одним путем. Вот допустим, у вас есть какая-то вера. Допустим, вы поклоняетесь, допустим, Иисусу Христу. Почему Бог не поклоняет Сергея Радонича, который к Нему уже пришел? Он вас за собой приведет туда. Он уже знает, как идти. Ну, как вариант. Но это не обязательно так делать. Можно делать, как вам в сердце подсказывает. Или как вам скажет старший вас наставник, если скажет молиться напрямую, значит, так будет. Если супруги ведут духовную жизнь и идут одним путем, а после ухода из тела попадают в духовный мир, возможно ли у них там супружеские отношения? Да. И только в духовном мире. Даже на высших планетах люди, которые идут одним путем, вместе уходят туда и вместе там живут в следующей жизни. Но не только те, которые занимаются духовной практикой. Те, которые вместе пьют водку, также в следующей жизни встречаются. Но для других задач уже. Причем интересно, я наблюдал, как такие люди встречаются. Они встречаются и чувствуют, что этот человек не испортит всю жизнь. Но тем не менее, все равно идет к нему, как лягушка лезет в рот удара. И потом, они уже с самого начала, когда встречают, начинают ругаться вместе. Уже с первых дней ругаются, и все равно ищите лезете. И потом мучают друг друга, понимаете? Так что вместе можно быть по разным причинам.